Научные чтения – встречи для знакомства с новыми авторами и книгами в жанре нон-фикшн. Задумка в том, чтобы о них говорили не сотрудники центра, а известные в конкретном городе люди – ученые, политики, писатели, артисты. Вот и для обнинских научных чтений в ИЦАЕ пришли три спикера. Бывший руководитель городминистрации Первого наукограда Татьяна Леонова, режиссер Олег Демидов и писатель-фантаст Айнур Галин. Если Олег Демидов и Татьяна Леонова будут рассказывать о тех книгах, которые им нравились, то Айнур Галин – это писатель-фантаст. Он будет рассказывать о тех книгах, которые он пишет. Вообще про Айнура интересный момент заключается в том, что он участвовал в экспедиции на Южный полюс. Интригу рассказа об экспедиции организаторы оставили на финал научных чтений. Для начала специалисты ИЦАЕ подготовили для гостей свой топ-10 книг в жанре научпопа. О мифах среди ученых, эволюции и загадках истории. Каждую из аннотаций можно было сфотографировать. Затем пришло время для представления первого спикера. К нам сегодня пришел основатель театр времени и его творческий руководитель Олег Демидов. Олег Леонидович рассказал о книге Виктора Власова. Нас всех тошнит, как театр стал современным, а мы этого не заметили. В которой говорится об изменениях театра с 60-х годов 20-го века по сегодняшний день. Ну, написано, почему-то нас всех тошнит. Не очень понятно. Витя, видимо, хотел, чтобы были продажи этой книги. Он молодой человек, он блогер, он, в общем-то, любит напендриваться. Личное знакомство с автором позволило Олегу Демидову рассказать о книге про театр еще интереснее. К слову, участники встречи воспользовались возможностью поговорить с режиссером и задать вопросы не только в научном ключе. Например, Олега Леонидовича попросили ответить, что он думает о современной тенденции перекраивать классику. Иногда это бывает очень круто. Ну, вот есть такие испытания, когда не присутствует текст, когда действует прям реально, понимаешь, что сегодняшний день. И это работает. Наверное, тут просто это должно быть сделано там. О классической литературе, правда, в рамках конкретного направления, экономического, высказалась и Татьяна Леонова. Замгубернатора, к удивлению взрослых гостей, рассказала, что начальное понимание принципов можно получить уже в детстве. Если говорить про экономику, то самая классика, которая принадлежит Николаю Носову, это «Не знаю, как на Луне». Кто в свое время, в начале 90-х, хорошо читал эту книжку в детстве, то стал успешным бизнесменом. Но вообще Татьяна Николаевна центром своего выступления на научных чтениях выбрала книгу «Магия утра». О том, как эффективно управлять своей жизнью, временем, найти баланс между работой и отдыхом, поговорили подробно. Писатель Айнур Галин остановиться на одной книге так и не смог. Будучи фантастом, он рассказал гостям Ицае, как учитывает научные факты во время создания своих романов. По мнению автора, отмахнуться от физики, химии и медицины не удается, даже если действие произведения происходит в другом, вымышленном мире. А еще Айнур рассказал о своей поездке на Южный полюс и о том, что представления о времени там ошибочны. Какие книги берут с собой полярники, чтобы как-то заполнять вот эту вот белую пустошь? Новички-полярники, в первую очередь, всегда думают, что у них будет очень много времени чем-то заниматься, свободно. Берут книжки с собой, поскольку электроны видят о том, как все антарктические станции российские, библиотеками оборудованы, там есть книжки. Но по прибытию на станцию их ждет работа и, как таковое, книжками занимаются лишь единицы, почитают. Всем спикерам участники смогли задать свои вопросы о книгах, профессиональной деятельности или просто на свободную тему. За лучшие и самые каверзные вопросы участники получали подарки – брендовые календари информационного центра по атомной энергии. Анна Шапошникова, Евгений Соколов, Обнинск ТВ